номер 542 события дня эпиграфом взято деяние 18 но вы примете силу когда сойдет на вас дух святой это за 7 июня семнадцатого года ну что какие события у нас были события дня сергей игнатов пишет бог посреди нас и инатий тихонович вышел на контакт с девицей ревека из кривого рога днепропетровской области студенткой строительного национального университета у которой сейчас каникулы молю господа о том чтобы не было никаких препятствий к поездке в поселок потеряевка 9 июля отпуск здоровья финансы с которыми есть еще не решенные вопросы решены вопросы уже не употребляет проблему ну дай бог пишет одна о видимо оля оля попова добрый вечер игнатий тихонович спаси христос за ответ на мой комментарий и предоставление реквизитов хотела вчера выставить что-то вышло у меня есть к вам просьба молитвеном ходатайстве перед господом верю что ваша молитва богу угодно потому что вы ему служите всей душой всем сердцем и вашей жизнью нам вас господь открыл совсем недавно где-то две недели как мы ничего вас не знали мне нам было бы огромной духовной поддержкой ваша молитва вы очень богоговейно молитесь особенно когда руки воздеваете у нас повторюсь еще раз очень непростая ситуация в семье мы с 2000 года то есть 17 год проживаем москве жилья своего нет трудности испытываем большие думаю может переехать нам на родину в азербайджан туда где добрые замечательные знакомые ваши живет самиры этот вопрос сейчас остро стоит когда к тому же у меня еще и ситуация в жизни неопределенная я не замужем и никогда не была замужем особо никто и не благословляет мы с мамой люди воцарковленные работаем при храме мама в трапезной а я в часовне тружусь сумбурно получилось хотя пыталась кратко дорогой наш отец и гнать и родненький как мы господу благодарна за то что он открывает нам таких служителей своих мы просто с упаянием вниманием просматриваем ваше видео братья и сестры помолитесь о нас рабы божьей ольги и родители моей марии и григорьев мы молились сегодня уже спаси вас христос и матерь божья ну что сказать были бы мужчины то другое приехали сюда можно было бы дать разрешение посмотрели начали строить но средства нету еще и помогать кого-то пытается антон пьянкин другого такого места удивительного я не встречал пока еще самое что главное так то что она самостийная то есть не похожи на других выросло и цветет может конечно многое советовать но зачем указывать когда у тебя совета не спрашивают преклоняюсь перед вашим трудом и даст бог к такому стремится еще и еще к сожалению хочу сказать что хотел сегодня скачать ваши записи проповедей с сайта там где они полфают у разбиты на архивы но многих букв не нашел потерялись записи или просто ссылка устарела я отвечаю не знаю это администраторов нужно запрашивать и модераторов наших ресурсов а мне уже время отходить или время выезжать время отходить померять а выезжать потеряю что сказать это дальше по-другому вчера по милости господне у нас какие намечены были продукты нужные будут для приезжих гостей слова лагеря щедло совсем раз и вчера как раз привезли но я отвечаю туда скинул откуда поступила пишу что сказать получили просимое и и душа даже за скорбела столько доброты и не ко мне даже а к тем кто воспользуется этими продуктами дети почти сироты и мой труд с детьми в течение 45 лет показался мне уж менее жертвенным чем эта помощь мы молились чтобы господь бог благословил всех кто участвует в этом деле как меценаты столетия столько везде ныне обмана до самых верхов и на этом фоне почти сплошной облачности вот этот сияющий пример искренняя забота о тех кто никогда не будет богатым и не сможет по совести отблагодарить сегодняшних благодетелей но только в молитвах пытается умолить бога дать милость и защиту этим помощником но то что мы тут говорим о жертвователях боясь даже назвать их фамилии оставляет самый благотворный не зарастающий от времени след в душах людей как взрослых так и подрастающих и взяла и ставит а три места 4 10 ибо милостыни избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму 12 9 ибо милостыни от смерти избавляет и может ощущать всякий грех творящие милостыню и дела правды будут долгоденствовать то есть долго жить то ведь 14 11 итак дети знаете что делает милостыня и как спасает справедливость яков 2 13 ибо суд без милости не оказавшему милости милость превозносится над судом сердечно благодарим и низко кланяемся и желаем быть полезным для вас приезжайте к нам в гости отдохнуть я уже писал как нам добраться и послал игнатий лапкин 7 июня 2017 года и мой телефон 8 961 230 70 60 но это событие наши сера хороший тут дождик пошел вот интересно как только уезжать меня в потеряевку почти всегда дождь но мы едем но абсолютно кажется не проехать прям такие лужи на асфальте стоят чем ближе подъезжаем к ребрихе суши суши подъезжаем совсем сухая дорога когда домой едем еще ни разу не застряли в прошлом году едем и давай спрашивать наша валентина говорит дождь такой сильный был вам не проехать давайте поедем наезжаем прямо за потеряевки до самой почти потеряевки сухая земля кажется прошлом году было вот такое дело показать наши ресурсы это в моем мире тут вам не видно будет сегодня а может быть и видно будет мой мир вот я в шапке а где с голубем там это дубль дают модераторы там не обращать а здесь на почте можно обращаться и ленточный православный форум игнатия лапкина вот я сколько знаю формов сайтов но лучше нашего не нахожу может быть свое дитя лучше и хорошего чего-то как говорят некоторые но это действительно так искать очень легко он здесь вот нажмите к новое сообщение под возле самого храма и на первой странице а вот здесь справа написано общий поиск не поиск по темам а общий сразу рамочка за любое слово за заряди там что тебя интересует деньги и ннн сразу тема 1600 тем ну и православный видеоканал открытым оком во свете библии вот у нас просмотров сейчас 6 миллионов 506 тысяч 875 и подписчиков 7088 ну и маленечко посещают люди вот и у нас сейчас 7300 видеороликов здесь вот здесь сейчас вот но и сайт православный библейский сайт от жаловались сейчас что там что-то исчезло может быть и так ну надо найти я сразу сообщил модератором и я сказал говорю ни одной просьбы еще не было чтобы они не выполнили сразу это у нас главное то василий гиргизии трудится здесь есть и работает я не касается живо свете библии нашего православного библейского сайта вот я считаю у нас все составлено религиозно талантливо мне очень нравится это выражение не засохшие скорлупе а именно так что архитектура как вот храма бывает делать так у нас ответы вот теперь дальше ночью не знаю откроется ли не откроется я уже прошел много и не могу ничего сделать пытался несколько раз вас подсоединять вот смотрите кто здесь у нас есть наверно разошлись все уже никого нет кроме сергея но теперь что взять несколько показать у нас здесь вот вопросы ответы вопрос и они все занумерованы 4124 я нигде не встречал чтобы столько ответов было и чтобы они были все под номерами с указанием где они находятся в ворде у нас написан том страница вопрос под номером такой-то это малая часть вопросов которые мне помогли сохранить помогли те которые сказали почему вы их не сохраняете ответы надо расширить ну вот такое есть как стихотворение напишу черновик выбросили одна то душа была она говорит а я буду забирать у вас черновики но черновиков то немало продают пачку печатная это 500 листов 7 пачек от верха до низу исписанных карандашом и ни одной практически по марке это тоже о чем-то говорит вот и здесь разные темы 55 папах эти вопросы разбиты и мы помаленьку берем из темы война о войне любят воевать защищать эти вопросы вот которые я сейчас беру эти вопросы мне задавали в университетах я вел прямо занятия в школах по радио вопрос 1566 шестой том открытым оком вопрос вот какие вопросы задают я вот сегодня слушаю там задают которые люди на вопросы отвечают священники и вопросы такие не задают совсем как относиться православному христианину к празднованию дня победы 9 мая патриоты связывают эту дату с днем памяти великомученика георгия победоносца поместились священное изображение на военный орден и архиерейский собор рпц 29 ноября 4 декабря 1994 года установил в этот день поминать усопших воинов за веру отечества и всех страдальчески погибший в годы великой отечественной войны сорок первых сорок пятых годов какая вера имеется в виду кто ее от кого и чем защищал в бой по преданию шли со словами за родину за сталина а истинно верующие к тому времени были все по пересажены расстреляны сосланы да и сколько и было в те годы вместе с баптистами другими признающими христа интересный вопрос ответ учитывая что я и даю ответ а в зале сидят представители краевой администрации фсб приходили прокуратуры то есть это не в углу совершалось ответы даются все ответы по четырем параметрам как правило что говорит об этом святая библия полная с неканоническими книгами что говорят святые отцы это 300 томов я все их так и не прочитал еще каноны книга правил 719 правил и жития святых 1173 жития ответ в новом завете на этот вопрос нет ни слова что могу тебе дать какое благословение если она уже отдана небесному они войне а я говорю вам это а я говорю перечеркнула все чем жило человечество до тех пор матфея 544 46 а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас да будете сынами отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных ибо если вы будете любить любящих вас какая вам награда не тоже ли делает и мытари легко заметить что кто иначе думает хотя бы с ним рядом стояли папа римский патриарх с автоматами на перевес есть не сыны отца нашего небесного они поступают как мытари то и те кто воюет пусть воюет им это как раз а христианин отвоевал свое право быть последователем того кто вложил наш меч в ножны и до второго пришествия его неизменно он там и должен быть матфея 26-52 тогда говорит ему иисус возврати меч твой в его место ибо все взявшие меч мечом погибнут у кого нет терпения вынести все что бог послал для нашего блага и прославления для очищения исправления те пойдут сами в плен те будут убиты если посягнут изменить ситуацию через применение плотского оружия откровение 13 10 кто ведет в плен тот сам пойдет в плен кто мечом убивает тому самому надлежит быть убитым мечом здесь терпение и вера святых я прочитал однажды самая страшная горит война горит нет не война горит а плен плен страшнее всего у этих воях нет ни веры не терпения тут написано терпение вера святых кто не ведет плен терпение вера лука 955 56 но он обратившись с ним запретил им и сказал не знаете какого вы духа ибо сын человеческий пришел не убить души человеческие спасать то есть убивает когда он губит их это не поразительно мечом вот а то говорит нет больше любви отдать душу свою дак ты идешь души вытряхивать из людей это убивать даже тут то и так понятно что лгут а вот дети дьявола второе коринцам 10 4 оружие воинствования нашего не плотские но сильные богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы 2 коринцам 6 7 в слове истины в силе божией с оружием правды в правой левой руке при поясании шресла это изречения встречается в библии всего лишь 7 раз стоит того чтобы рассмотреть как шло на протяжении трех тысяч 600 лет разъяснения что же это означает и каким ремнем нам припоясывается и что на ремне должно висеть кортик пистолет или библия в истинном толковании святых отцов исход 12 11 ешьте же его так пусть будут чресла ваши припоясаны обувь ваши на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших ешьте его с поспешностью это пасха господня нееме 4 18 каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим и так они строили возле меня находился трубач нас должно интересовать в первую очередь что за припоясание у самого владыки нашего иеговы притча 31 17 припоясывает силой чресла свои укрепляет мышцы свои иса 11 5 и будет припоясанием чресла его правда и припоясанием бедр его истина как будто правда не истина христос настраивает своих последователей на волну готовности встретить его а не врагов внутри государства или за границей теперь уже не оружие идет связки с поясом а светильники какие 2 петра 1 19 и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших миллионы экземпляров библии миллионы светильников в уме и в душе уверовать можно только через проповедь слова божия и тогда звезда утренняя взойдет ярко рано утром на молитве римлянам 10 17 и так вера слышание слышание а слово божие откровение 22 16 я есть им корень и потомок давида звезда светлая и утренняя лука 12 35 до будущее слова ши припоясанные светильники горящие видите сегодня к светильникам относятся не к мечу пояса на нем висит наган кортик 1 петра 11 1 13 посему возлюбленное припоясав шресла ума вашего бодрствующий совершенно уповательно подавая вам благодать в явление иисуса христа эфесянам 6 14 17 и так станьте припоясав шресла вашей истинною и облегшись броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир а паще всего возьмите щит веры которым возможите угасить вся раскаленная стрела лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный который есть слово божие чтобы опровергать эти слова нужно сначала получить удостоверение что ты стал антихристом настолько все ясно изложено в библии по этой теме что говорить противоположное может только противник что означает в переводе с еврейского сатана который есть толкователь библии для воюющих ибо он есть главный виновник всех смертей и она 8 44 ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человеку убийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины когда он говорит ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи все люди на земле братья по крови адама евреям 2 14 смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола 1 и она 3 15 всякий ненавидящий брата свое есть человека убийца а вы знаете что никакой человек убийцы не имеет жизни вечной в нем пребывающих московская патриархия ведет позорную игру с антинародными и антихристианскими режимами точно также как дореволюционная православная господствующая церковь привыкла любодействовать с царями в прошлые века ирмея 3 9 явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом ирмея 5 7 как же мне простить тебя за это сыновья твои оставили меня и клянуться теми которые не боги я насыщал их они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц и имея 29 23 за то что они делали гнусное именем моим говорили ложь чего я не повелевал им я знаю это я свидетель говорит господь откровение 18 3 и цари земные любодействовали с нею эти дни победы эти связи с силовыми структурами есть по предвестия новых бед на церковь которые предали на растерзание лиходеем неверующие архиереи синода у верующих есть праздник победы над злом над дьяволом над тьмою это совершилось воскресение из мертвых христа 1 и она 5 4 ибо всякие рожденные от бога побеждает мир и сияясь победа победившая мир вера наша 1 коринфян 15 57 благодарение богу даровавшую нам победу господом нашим иисусом христом юноши взятые в эту безбожию армию будь то в любой стране мира развращаются измывается друг над другом и погибает тысячами в мирное время а кто служит христу те одерживают на истинную победу которую празднуют в вере своей каждый день над лукавым 1 и она 2 13 пишу вам юноши потому что вы победили лукавого если бы даже тебя расстреляли за отказ участвовать в военном деле ты все равно победитель над злобой их 1 и она 4 4 дети вы от бога и победили их ибо тот кто у вас больше того кто в мире какой еще нам обещано оружие в борьбе за справедливость будь то даже захватническая война когда мы захватываем плацдарм в душах слушающих нас 1 и она 5 5 кто побеждает мир как не тот кто верует что иисус есть сын божий и вот а таких говорится в вечности что они не служили дьяволу и дьявольским правительством а были во всем верны богу и гову его и господу саваофу и прославили своей смертью христа иисуса и были водимы третьим лицом троицы духом святым их победа будет отпразднована в вечности ибо они победили антихриста который уже и сегодня действует своих предтечек заставляя служить в убийствах иных армиях сатаны откровение 12 11 они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти откровение 211 имеющий ухо слышит да слышит что дух говорит церквам побеждающий не потерпит вреда от второй смерти панихиды по матерщинникам по тем кто не уверовал при жизни в иисуса христа и не жил духе святом не свидетельство о спасителе иисусе те будут брошены вечную муку в огонь который уже предзнаменует их мучение называется вечным горящим даже видимом мире на могилах римана 8 35 37 кто отлучит нас от любви божия скорбь или теснота или гонение или голод или нагота или опасность или меч как написано за тебя умерщвляют на всякий день считает на завет обреченных на заклание но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас я думаю на сегодня у нас этого хватит это неужели не ушли эти люди у меня еще как будто бы анатолий меньшиков здесь сергей пупков сергей игнатов неужели долго не включалась перезагружал ничего не мог сделать когда вы так что-то случится сергей надо почаще на меня выходить стучать так тут сегодня у меня предстоит одно дело помолиться прошу когда в прошлом году был суд на меня подавали в административном наказании до 20 тысяч хотели с нас снять как говорят сгладить но адвокатом у нас был или как защитником представителем бауэр севастьян на его правильно по паспорту эдуард викторович но он окончил с красным дипломом университет и работал в краевой прокуратуре как следователь по особо важным государственным преступлениям то есть это не каждому доверяет такое но и судья там одна есть кажется фамилия зарецкая и она все правильно провел асу и ничего им не вырешила ни копейки но я знаю что эти люди которые так проигрывают а им к ним прислушиваются они закрыли уже тысячи лагерей как мне сообщает тысячи и прокуратура на их стороне и суды и штрафами дает больше миллиона каждый штраф по полтора миллиона и вот у меня внутри меня это всегда отблагодари тех кто помогал я все время севастьяна говорит и же юрист у него сам своя фирма открыта но найди мне ее я отблагодарить хочу я в сумку уже заложил книги трехтомник нового завета блаженна фефилакта где 240 светлых иллюстрации и для слова божия нет уст и кистина православия пять книг но это в общей-то сложности где-то четыре с лишним тысячи стоит мне тоже это в копеечку как говорится летает но я не ставил перед этим кто раньше помогала мне директора я всех нашел в прошлом году и всех отблагодарил тут разговора даже не другой помогал совсем немного там конфет ребятишка на новый год давал все равно наградил его абраменко кажется абрамов ли вот такое дело сегодня он я ему надоедал всю зиму севастьяна сегодня он должен меня повести время уходит и будто бы он договорился чтобы судья это правильно поняла подозрение не было чё подозрения так ей я на суд не пойду и и она ко мне не расположена только делов то насердит и лет воду возят в аду хотя воды нету ну и что это речь идет благодарность и притом чтобы не дал взятка кроме книг вот никогда раньше не знал кроме книг ко мне готовится они в ожерелье в бриллиантах я говорю я комментарии не считал на это но может быть это тоже считать будут обыкновенная ну чё там новый завет три тысячи стоят какие-то деньги когда судьи получают пенсию 54 тысячи ясно явно дело то вот мы готовимся роман вчера ремонтировал машину ты отремонтировал и уже собирается домой уже серёжа заложил он эту пель косилку себе она мне там не вещается я буду ждать теперь это завтра пятница в субботу уже тут приезжает один или двое другие через корчину уже приезжают может еще кто-то приедет но и своих тут будет андрей голова что мы договариваться машина и витя должен пригнать нашу газель а то в субботу рано утром но остальное мы договоримся встречи мне очень хочется чтобы сергей меня проводил потому что кое-что сказать показать нужно будет за голубями ухаживать кошку я заберу так но откликнитесь кто здесь был до конца никого нет наверное нету есть но все я отхожу выключайте меня спаси христос за внимание за содружество давайте с богом вот так